Добрый день, как вы видите, сейчас кубок мира идет, но я принципиально не смотрю партию, что-то очень похоже 3-2-2 или по вашему языку с плавом не могут так сильные шахматисты ошибаться. Может я, конечно, ошибаюсь, как и мой соперник, только что походил в Санаде, надеюсь, что я ошибаюсь, все-таки шахматы это такая игра, что психология много решает, но очень подозрительно последние два дня все выглядит. Ну, сейчас неприятное давление на его позицию создаю, в этом, собственно, и проблема хода Санаде, то, что сейчас в вертикале E вскрылась, не знаю, G5, вроде такой ход видел, недавно совсем смотрел этот вариант, хотя, возможно, даже что-то вроде комбью D4 было, только что у меня, но, правда, потом пешка на C7 подвисала. Сложно сказать, конечно, в классику белыми вообще опасно эту позицию играть, он тоже испугался удара на D4 и отдал пешку, но какую-то компенсацию белую имеют, причем довольно-таки неприятную длинную рокировку, естественно, я походил от короля, поэтому у меня слабость сейчас сейчас позиции короля он может походить, что-то вроде H4 или даже G4, но G4 конь будет, правда, подвисать H4 играет, еще конь D4 у него интересный ход был, ага, так, конь G5 конь G5 если я бью к нему на G5, он слон F5 и слон H7 угрожает поэтому защищу пока избыточно слона, во-первых, во-вторых, уберу из-под рентгена ферзя, потому что неприятно он там стоял сейчас конь G5 если я возьму на G5 слон D3, ферзь D3 то пешка на H7 будет подвисать, еще кроме конь G5 конь D6 есть конь G3, но конь G3, наверное, самый сильный потому что я еще на ладью нападаю ферзь F5 если то ферзь F5 у меня, наверное, лишняя пешка и ферзей он должен будет поменять если он ладью уберет с подбоя на E1 ух ты что-то совсем другое делает ой а почему я не взял королеву это забавный момент он просто фигуру подставил под бой ну сразу что-то с мозгом начинает твориться когда делается такой ход ну вроде как бы верить сопернику хочется на самом деле это просто был или плев, или зевок ну теперь у него вообще все хорошо у него продолжается атака пешку он отыграл да, сплоховал, конечно ой ну с этим соперником что-то я не могу у него никак выиграть трейтинг у меня не такой высокий сколько там пешков что поравну пешек даже у меня надо срочно шаг хочет дать поэтому отойду королем уже 5 хочет мне дам такую возможность так, ну ладно, теперь срочно давай переходить если я опять не похожу я видимо вообще мат получаю в то же время такой дейный эндшпиль приходится защищаться, делать ничью ну, во второе захожу так что тут особых проблем у меня не должно быть и вторая, войдя, идет на вторую как бы это тавтологически не звучало хочу во второй зайти еще раз повторюсь хоть у него там будет сколько две лишних пешки это никакое значение не имеет конечно он пешку на осем пока может не брать он не войдя хорошо держит линию b но с другой стороны как ему пешку c если ввести то я на нее просто нападу и все конечно у меня есть иди и5 а4 но я не хочу так рискать потому что он даст шаг на b6 и пешку поведет так просто король у меня спрятался он допускает размен массовый конечно даже если бы пешки а и пешки c оставались то ничья было бы теоретическое сейчас пешку отыгрывал конечно элементарный пешечный ну ладно эта партия закончится в ничью наверное сейчас я не буду еще одну играть а кое-что экспериментальное проведу ну и в режиме таком экспериментальном хочу показать партию которую я сегодня сыграл на этой игровой зоне против гроссмейстера Маркуса Райхера из Австрии то есть первый номер международного Австрии 2700 у него я сделал ничью жаль что мне не удалось в живую эту партию записать но может больше был сконцентрирован на партии в общем моя любимая защита Каракан кстати он тоже очень хорошо играет это дебют и здесь он пошел на варант там где у белых преимущество двух слонов слон c7 я походил с идеей d6 поставить g3 h6 ну у белых такой небольшой перевес еще b4 он сделал такой агрессивный ход я походил к5 не знаю насколько это хорошо здесь угрожает слона 3 ладе и 8 и тут c4 зевок последовал но такой зевок хороший потому что белые после него хуже пока не стоят ферзь d4 слон b2 ферзь d8 ходят d1 ферзь e7 я купил хорошая компенсация за пожертвованную пешку он жертвовал вторую я ее не взял что-то побоялся всяких слон бьет f6 ферзь e4 и ваде d8 то есть я шел снатель она b6 слон b8 и земнул слон f6 ход ферзь f6 и ферзь e4 с угрозой ферзь h7 и ферзь b7 двойная угроза все очень неприятно стало но я нашел ход ферзь c3 ферзь h7 и слон b5 очень выглядит угрожающе но здесь поскольку таблицу может быть вы найдете ну минимум минимальный тест на тактику видите как я походил сомж 3 походил это правильно он слон бьет e8 и вот здесь я неправильно сыграл и в итоге сыграл из-за этого ничью мини тест попробуйте за 5 секунд найти как черный выиграл вы же не играете эту партию можете сконцентрироваться ну а во время партии конечно я бил слон g3 автоматом чтобы ударить на f2 конечно ход ферзь c5 выигрывает да замечательную партию он 2700 мог выиграть идея в том что наводя d8 последует мат если вводя d8 не ходить с ферзь c5 то украшает ферзь бьет f2 как защищаться не как если выпустим вводя f1 вводя бьет d1 ну собственно я ударил слоном на f2 и тут уже партия должна была закончиться победой белых потому что они не туда отошли королем просто король g2 был ход и непонятно как мне дальше продолжать давать шахи вот видите блиц такая игра собственно ваш уровень классику не может быть адекватным уровнем блиц потому что слишком мало времени на обдубывание последовало король f1 и это ничья я даю шах но король f2 ферзь c5 то есть король f2 я не обязан ферзь c5 давать шах в общем король g2 он просто уйдет d1 зевнул и здесь у меня лучше уже ну видите времени не так уж много оставалось хотя 50 секунд можно было наверное еще поиграть но тут сказалось то что я вижу что класс моего соперника намного выше я просто решил не рисковать и дал вечный шаг ну в принципе может быть еще когда-то покажу такие обзоры если случайно партию не буду записывать она будет довольно-таки интересная или против сильного соперника на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца с вами был и